ребята здравствуйте дорогие мои сегодня мы поговорим о том что такое зажоры какие они бывают и что нужно делать после того как случилась эта ситуация поехали итак рассмотрим первый вариант который случается с 99 процентами людей это я шел-шел и здесь чисто случайно летит такая тарелка оливье падает мне в лицо я прям сожрал ее и сверху еще ведро медовика я прям наелся я прям не знаю что мне делать я жертва вот в ситуации когда вы жертва ребята лучшим решением вопроса будет не просто потом сидеть на заднице после того как вы наградили свой организм пятью тысячами лишних некачественных калорий а хождение пешком ребята двигаться двигаться еще раз двигаться если вы нежданно негаданно нажрались дерьмище лучшим решением проблемы будет употребить большую часть этой энергии на расход на кардио медленный расход я не предлагаю вам бегать моментально прыгать моментально что это все вывернется потом по итогу вам нужно как можно больше калорий постараться потратить в медленном кардио нагрузочном варианте старайтесь ходить не меньше семи с половиной тысяч шагов после случившегося зажора ребята вы сможете использовать 300 400 авто и 500 калорий если вы хорошо походите на энергетические затраты поверьте после того как вы съели часть вот этих калорий которые пришли нежданно негаданно быстрые некачественные калории они пойдут все же пойдут в жир но вместо того чтобы все полторы тысячи съеденных ушли в сало вы можете использовать часть из них хотя бы часть в энергию часть конечно будет восстанавливать гликоген часть вы потратите часть потеряется при пониженной пункте желудочно-кишечного тракта когда вы моментально съедаете много то есть не все усваивается минимизируйте ущерб организму в виде отложенного жира в качестве расхода это лучшее что вы сможете сделать друзья мои вторая ситуация это управляемый так называемый читмил читмил ребята это классно потому что вы можете наперед подумать что вы будете поглощать в больших количествах я вас заклинаю если вы планируете свой читмил думайте о нем как о средстве больше психологической помощи не старайтесь оторваться на каких-то говнопродуктах если вы будете планировать ради всего святого делайте черный шоколад делаете в конце концов хотите чего-то супер сладкого и вкусного приготовьте свое собственное варенье малиновое это же вкусно элементарно делается приготовьте свои собственные блины или оладьи на цельнозерновой ржаной муке и будет вам счастье добавьте туда еще гречевой муки это просто фантастический десерт приготовьте вкусно полезно и абсолютно фактически безвредно и дальше двигайтесь по своему тренировочному диетическому плану всегда можно сделать читмил полезным приятным и не выбивающим из калии и сейчас мы поговорим о самом главном вопросе ребята который на мой взгляд является камнем основным преткновения перед всеми ребятами с которыми случается зажор ребята это выпадение из графика вашего питания потому что когда зажор случается нежданно-негаданно то что вы прошли семь с половиной тысяч шагов да это допустим моментально полечит проблему это полечит проблему физиологическую но психологическую проблему психологическая проблема когда вы сорвались и вы думаете ай да хрен с ним завтра не сегодня послезавтра начну или когда будет меньше стрессов начну придерживаться тренировочного плана плана питания диетической какой-то программы неважно где вы находитесь неважно что вы делаете если с вами случился зажор это значит что вы уже стараетесь стараетесь изменить себя к лучшему и за это вам ребята огромный от меня респект красавчики зажоры и срывы случаются с каждым они не случаются только с тем на жопе ни хрена не делает если ты сорвался значит ты трудишься и ты можешь вернуться обратно в свою колею движения старайся подойти к вопросу зажора не как к драме и никак к тому что тебя выбивает из графика а как к тому что по любому произойдет если ты будешь стараться изменить себя случилось с тобой эта херня получи от нее максимум удовольствия не нужно жрать говнище и моментально себя уже укорять я тебя заклинаю пожалуйста если ты сейчас сидишь с этим бургером если ты сейчас сидишь этой картошкой фри получи хотя бы если не физиологическую пользу то психологическое наслаждение расслабь свою нервную систему подумай что ты получаешь что чего ты хотел чего ты жаждал откуси пророжуй пойми что ты получил удовольствие и завтра двигайся двигайся и избавь себя от нечисти которую ты сейчас поглощаешь удовлетворить свое внутреннее желание пойми что это тебе нахрен не нужно для достижения цели ты ничем не жертвуешь ты вот это говно которое ты ешь ты его употребил ты удовлетворил свой внутренний пунктик о том что ой вот так хотелось и все и дальше ты работаешь чисто целенаправленно ты делаешь свою кардио ты тренируешься ты придерживаешься графика своего питания и двигаешься каждый день по накопительной схеме ведь успех в целом это всего лишь коллективное собрание множество дней в которых ты противостоял своему внутреннему голосу который к тебе говорит иди пожри киевси иди упади лицом в тарелку с оливье каждый раз когда ты сопротивляешься этому дикому желанию каждый раз когда ты побеждаешь ты становишься сильнее каждый раз когда ты побеждаешь чувство зажора желание упасть лицом в эту долбаную миску ты становишься сильнее побеждаешь самого себя а ведь самая тяжелая работа ребята это над самим собой не заставлять кого-то, а победить самого себя. Я желаю вам всем огромной удачи, друзья мои. Побеждайте самих себя, двигайтесь вперед и помогайте ближним. Только, друзья, вперед! Субтитры сделал DimaTorzok